Интернет и персональный компьютер Сегодня мы поговорим о компьютерной зависимости. Для этого мы пригласили в нашу студию экспертов. Олег Бузык, доктор медицинских наук, психиатр, специалист по компьютерной зависимости. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Кожендаева, социальный педагог, кандидат психологических наук. Здравствуйте. И Изислав Адлеванкин, известный человек в мире людей, которые приходят к церкви, чтобы излечиться от всяческих зависимостей, в том числе и от компьютерной. Он служит при подворье Крутицкого монастыря, при душепопечительском центре святого праведного Иоанна Кронштадтского. Здравствуйте. Добрый день. И герой нашей студии Кирилл. Добрый день. Здравствуйте. Впервые о компьютерной зависимости начали говорить уже в начале 90-х. Тогда персональные компьютеры были еще в диковинку. Они только стали появляться на рабочих столах и в наших квартирах. Вместе с ними пришли и первые виртуальные игры. Немного позже неотъемлемой частью нашей жизни стал и интернет. Счастливые обладатели персональных компьютеров стали все больше свободного времени проводить перед мерцающим экраном. Так что же такое компьютерная зависимость? И что думают люди на улицах нашего большого города об этой проблеме? Наш традиционный опрос. Пожалуйста, внимание на экран. Что значит про компьютерную зависимость? Что это? Это когда человек живет в виртуальном мире. Он там самореализуется. Он начинает зарабатывать деньги. Ну, это уже такой болезнь тоже, я думаю, как наркотик. Просто она на наш мозг вредит. Почему человек вот так вот прячется в этот виртуальный мир? Зачем? Там комфортно, хорошо. Там легко самореализоваться. Безделье, бессилие, лень. Как можно избавиться от компьютерной зависимости? Очень тяжело на самом деле. Избавиться. Понять, что мир реален, и тоже надо жить в реальном мире. Не знаю, потому что сама иногда балуюсь. Но иногда. Вот таковы результаты опроса. Но прежде чем начать беседу, мне бы хотелось предложить вашему вниманию, и вашему вниманию, Кирилл, в том числе, ролик, который буквально взорвал интернет в последнее время. Прошу внимания на экран. Я приезжаю в школу и дал уроки. И сколько у меня времени остается, я играю в компьютер. Если вы хотите знать, я хочу вам показать там, где будет мясо, матюки, убийство. Сейчас увидите. Ой, как классно. Вы видели, он так вот закусал, что у него башка упала. Игры. Он любит стрелялки, кого-то победить, воевать. Ну, вот в основном такая направленность. Там они его убивают. Видели? О, смотрите. Красиво. О-о-о. Видели конечность? Там, конечно, нету таких сцен, что вот кровь льется. Шикарно. Саша, давай пока вот такие игры оставим. Нет. Это ты согласна, я не согласен. Нет. Ну, Саша, придется согласиться. Почему-то. Ну, как это почему? Ты мой сыночек. Ну, и что? Я же не могу тебя оставить для компьютера на съедение. Компьютерный монстр придет и тебя съест. Мам, подожди. И не будет полчаса. Мам, я хотела кое-что тут сделать. Выключай. Ты можешь это время поиграть в... Я не хочу в эстюарный город. Саша. Я выключаю или ты выключай? Мам, подожди. Все, давай, я считаю до трех и выключаю. Нет. Саша, два. У тебя есть шанс поиграть в игру вот оставшееся время. Время идет. Можешь не играть, пожалуйста. Время идет, Саша. Выключаем. Нет. Саша, два с половиной. Я не выключу, пока я кое-что не сделаю. Саша, выключаем два с половиной уже. Значит, сейчас я буду выключать. Я не выключу, пока тут кое-что... Саша. Мам, я не выключу. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится. Никогда. Да я хочу тут кое-что сделать. Подожди. Саша. Мам, ради бога, подожди. Ничего делать не надо. Надо выключить. Да это быстро. Надо выключить. Нет. Да. Нет, встала. Не кричи. Я выключу. Значит, я выключу. Мам. Значит, я сейчас выключаю. Мам, я хочу тут только почитать все. Не выключить. Мам, выключить. Не выключить. Я хочу почитать все и выключу. Вот тут вот это надо почитать Я сейчас выключу Мама, да вы слушай Такая страшная история Олег, вот ваше мнение Здесь зависимость Во всех ее проявлениях Видна агрессия К близким В тот момент, когда они запрещают играть Посмотрите, насколько расцветает его лицо Когда он находится внутри игры Здесь Весь ужас ситуации в том Что На мой взгляд Точнее можно сказать при личном общении Зависимость вторична Здесь у ребенка есть большие проблемы С психическим здоровьем Которым, видимо, родители не занимались И на этом фоне выросла вот такая вот зависимость Причем она развивается злокачественно Учитывая возраст Мария, вот просто ваш комментарий Я знаю, у вас сын Десять лет Как вот это можно прокомментировать? Я абсолютно согласна с коллегой Что проблема игры, как таковая Она вторична Изначально проблема в семье мальчика У них не выстроена внутренняя иерархия Ребенок не знает границ своего поведения И уже неважно, в каком направлении Пошла его страсть развиваться Ему не помогают противостоять этой страсти Кирилл, вам не страшно? Честно говоря, происходящее Меня напугало не в перспективе Скажем, то, что со мной это произойдет А вы не исключаете, извините, что с вами такое может случиться? Честно говоря, я не верю Почему? Откуда такая уверенность? Не знаю, просто у меня семья другая Я другой человек Кроме того, еще возрастная категория, мне кажется, другая А вы лично давно играете? Наверное, лет с девяти А вам сейчас? Мне двадцать один Девять лет вы начали, да, первый ваш компьютерный опыт Вы просиживали часами Неужели там родители как-то вас не пытались ограничить Пытались как-то защитить от чрезмерного пребывания в виртуальном мире? Так как я живу в полной семье Отцу было тогда, до нас дела не было У него был кризис среднего возраста, откровенно говоря Да и семья его, получается, развалилась И два таких голова тяпаная у шеи Кирилл, ну вот откровенно, вы считаете себя зависимым человеком? Или до какого-то там момента зависимым? Я понимаю, что если я от этого откажусь, мне будет этого крайне не хватать Сколько вы проводите? Как минимум четыре часа в день, так или иначе, развито Мне приходится А бывает больше? Бывает, что засиживаете вообще? Теряете ощущение во времени и в пространстве? Зависит от игры А, ну такое бывает все-таки, да? Бывало Бывает и пять, и семь часов, такое может быть Бывало, я и двенадцать часов просидел Иисуслав, вам слово Проблема, она очень многогранна в данном случае Да, вот я смотрю на Кирилл, он говорит, нет проблем В то же время тут же добавляю, четыре часа уже нужно играть Да? Знаете, она проявляет себя аномалией Тогда, когда человек помещен в совершенно эталонную среду Вот тогда возникает, так сказать Что такое эталонная среда? Полтора часа в день? А вот ее нет, ее нет эталонной среды, понимаете В среде своих единомышленников, игры Но в соответствующей культуре у него нет проблем Он такой, как он есть Если, к примеру, я за счет, представляю собой церковь Я работаю в церкви Поместить его сейчас в ту православную среду Где от человека требуется Новые духовные взгляды на жизнь Новая работа на собой А вы верующий человек? Как отношение к церкви? Вы входите в храм? Уже нет Уже? То есть раньше это было, да? А почему? Вот тогда, когда он опять вернется К этой, так сказать, эталонной среде Грубо говоря, ну условно Вот тогда в нем, так сказать, и проявится все то Что называется зависимостью Пока он находится в среде, где она не проявляет себя То, что касается этого ролика Знаете, мне приходится, так сказать У меня как воспоминания сразу Связанные с подобного рода проблемами Например, один молодой человек Который привезли ко мне лет уже 7 назад Привезли с Сибири Откуда-то из тех городов Этот мальчик двое суток не ел, не пил А где родители были? Рядом с ним Он играл в салоне Они на него не обращали внимания Потом поняли, что он не ест, что он не пьет Он играл У него абсолютно отпала потребность езде Сколько лет ему? Ему было 12 лет Когда я его привезду, я вот выясняю, что с ним происходит Выясню одну интересную вещь Вот я почти цитирую его рассказ Он играл в салоне сутками То есть он сидел сутки в салоне Вот там где-то поспал рядышком и опять стал играть В какой-то момент компьютер превратился для меня В живое существо Оттуда высунулись две руки Схватили меня за уши и втянули меня в компьютер Я дико испугался Я спрашиваю, что дальше? Ничего Я продолжал рогать Я могу от этого уйти И мы наблюдали с отцом Анатолием Береста феномен То есть человек перестроился абсолютно То есть потребность в еде, во сне В потреблении жидкости Даже в туалете она отпала И так было сутками Самой минимальной потребностью Он мог там глотнуть глоток воды и играть Знаете, говоря о такого рода проблеме, как компьютерная зависимость Во-первых, она не только касается компьютера Надо понять одну очень важную вещь Проблема не только в том, что человек может гипертрофированно быть чем-то увлечен Существенная проблема в том, чем именно этот человек увлечен То есть надо рассматривать саму фактуру, которую предлагает компьютер Вопрос как раз, Кирилл, к вам А у вас не было нечто подобного? Там из компьютера никто не вылезал? Не пытался вас туда втянуть? Нет, такого, конечно, не было А есть любимая игра, с которой стрелялка какая-нибудь Которая вы каждый день общаетесь? Я не думал, но она нашлась Что дают компьютерные игры? Они дают возможность получать удовольствие Тут же, немедленно Потому что мы живем в двух мирах Вот есть наш внутренний мир И есть объективная реальность И внутри самого себя Ну, я, например, двухметрового роста Широкоплечий брюнет В реальной жизни то, что есть Это притягательно Для человека, который вас не видит Допустим, это отдельная тема Допустим, на соседнем компьютере Вы общаетесь под каким-то созданным имиджем Я могу быть кем угодно Вот в этом же опасность Да, и вот эта виртуальная жизнь И не решение проблем, которые есть сейчас А уход от них А уход от них И уход в эту виртуальную жизнь Он настолько соблазнителен Потому что для этого Не надо прикладывать никаких особых усилий У вас в глазах есть признаки того Что вы человек очень интеллектуальный Я только не могу понять одного Почему то, что вы делаете в играх Вы не можете осуществить в реальной жизни Вы могли бы стать успешным бизнесменом Вполне, да? Я и собираюсь Я боюсь, что с таким количеством Проигранного перед жизнью время Как бы вот вы лишаете себя возможностей Это время можно было позитивно истратить По поводу того, что дают шутеры все-таки Они дают чувство победы Любимая стрелялка Потому что нет ничего лучше, чем Когда ты видишь хорошо экипированных солдат Которые действительно уже все умеют Ты знаешь, что эти ребята уже четвертый год играют А ты их оставил в дураках благодаря хитрости Ловко организованной засаде И удачно пальнулась гранатомета Эта хитрость не принесла вам ни денег Ни уважения Я имею ввиду в реальной жизни Вы, набрав этот материал Займитесь реально Потому что, извините, 21 год Для того, чтобы образовать семью Надо иметь какой-то счет в банке Чтобы с чего-то началась семья Чтобы каким-то образом обеспечивать детей В играх деньги не заработаешь Их можно заработать на играх Опять же, используя других людей Которые, как правило, даже имеют действительно зависимость Я видел, сам сейчас подводит некоторую черту Если хотите, у вас фрагменты своей жизни Если обратили внимание Он сейчас вводит опыт, полученный в играх По сути своей, в реальную жизнь Вот его интеллект имеет уже смешанную природу Это нормально С одной стороны, да Почему это выражается? Это выражается в том, что его состояние в игре Его стрелял, как видите Его удовлетворение, которое он получает Он переносит и перенесет по всей видимости В обыкновенные жизненные ситуации То есть он сформирован сейчас Не системы воспитания Предполагающие определенную этику Эстетические какие-то наклонности В ином направлении А он сформирован сейчас Он продукт своих интересов Даже ваша, извините, эстетическая форма Она напоминает все-таки мне Такого, какого-то очень красивого Интеллектуального киборда Простите, я не хочу вас как-то уйти Но я понимаю, что вам это интересно Ну да, кроме того Я планировал съемки сделать Я вижу изменения психосоматики Которая связана именно с вашими интересами А вот цвет волосов был выбран специально, да? Честно говоря, да Этому поспособствовал Это стало вашим именемом? А, тоже результат игры, да? У вас есть имя в виртуальном мире? Фактически, я и в жизни Это представляю часто красным Потому что имя могут не запомнить Это стало вашим имиджем Как, к примеру, кукла Барби Становится имиджем многих девочек Но не похожих Да, только у вас имидж состоит Из очень многих вещей Но они все оттуда С той самой сферы Да, кстати И самый серьезный вопрос заключается в том Что будет дальше развиваться в вашей жизни Вы его поменяете И переступите Так эти слагаемые, да? И возьмете какой-то индивидуальный путь И найдете ту основу, да? Хорошо было Или это будет, так сказать, вот и дальше Ваш имидж Который потихонечку будет завоевывать Определенный фрагмент Это очень важная тема Кирилл, вот вы сказали Вы хотите создать семью Помимо счета в банке отдельной жилплощади И прочее Это в основе своей Это взаимоотношения с другим человеком Безусловно Когда ты преодолеваешь сам себя И ради другого Становишься уже кем-то другим В ради того, чтобы быть вместе Со своим родным, любимым человеком Вот учитывая то, что есть такой пласт Виртуальный мир В котором, в принципе, довольно комфортно Шансы, что девушка С которой вы захотите связать свою судьбу Не будет, скажем, терять какую-то часть вас Потому что у вас есть еще та жизнь Которая с ней не связана Вы там реализуете какие-то амбиции Цены, которым нет, по сути Потому что то, что вы кого-то обыграли Вы никого не спасли в реальности Вы никому не помогли в реальности Вы никого не поддержали Вы себя не развили Но это время Это ваша жизнь Это ваши дни И получает это удовольствие Да, и вот как вот с этим Потому что семья – это работа над собой Ради другого Да, безусловно Ситуация в том, что с девушками Это, конечно, щепетельная тема Потому что кое-что до сих пор не отпустило Когда ты любишь, ты заинтересован в развитии этого человека Чтобы у него все было хорошо И так далее И, на мой взгляд, это не так же сложно осуществить И, соответственно, здесь еще есть коммуникативная сторона Как-то общаясь с этим человеком Но, знаете ли, вот сколько бы я не вкладывал в других людей Так аккуратненько, ненавязчиво и так далее Что я получал всегда шиш Наверное, это и к лучшему Я получал опыт Но, честно говоря, в последний раз это было для меня настолько болезненно Я едва только отошел от этого А прошло уже больше полугода Не появилось желание в большей степени уйти в виртуал Или, наоборот, вернуть Скажу честно, меня это спасло А, вот так даже, да? То есть вы в этом нашли некую отдушину, да? Честно говоря, ситуация была в том, что Вот эта ситуация неприятно произошла Я сразу же ударился в компьютерную игру Мне было хорошо А потом у меня сломался компьютер И, честно говоря, я впервые за долгое время свалился в депрессию Спасибо, Кирилл Итак, ставим диагноз Есть два варианта Действительно, есть просто увлечение какими-то компьютерными играми И если это не переходит в каких-то рамок То есть, допустим, человек уделяет этому несколько часов в день Это не мешает работе, не мешает учебе Или если мы говорим о детях Это не мешает, в первую очередь, каким-то учебным развивающим занятиям То это просто игра Ну, увлекательно, это хобби И, ну, вреда от этого, конечно, ну, может быть, пользы мало Но вреда точно нет Но если подросток начинает часами, днями сидеть за компьютером Если он просыпается, и первое, что он делает, включает компьютер Включает любимую игру И уделяет этому, допустим, более пяти часов в день Не отрываясь, не отрываясь на еду, не досыпая В этом случае речь идет о зависимом поведении И проблема состоит даже не в том, что у ребенка, у подростка Понижается успеваемость в школе Он может там как-то хуже показать какие-то, ну, результаты на экзаменах А ситуация сложна тем, что при сформировавшемся зависимом поведении Человек может менять свои игрушки То есть с компьютерной зависимости такой человек может пересесть на алкоголь На наркотики, на азартные игры На какое-то, скажем так, компульсивное пищевое поведение Переедание или анорексию А если компьютерная зависимость встречается у человека взрослого То, как правило, он уже сформировал какие-то свои основные цели в жизни У него... То есть у него личность сформировалась И именно при помощи игры в компьютерные какие-то игрушки Разрушить там что-то сложно Вот для подростка компьютерная зависимость очень опасна Для взрослого менее Но при всем при этом взрослый человек, который сидит целыми днями Играет в компьютерную игрушку Это уже не совсем про психическое здоровье Понятно, что речь идет о какой-то внутренней пустоте Которую человек пытается заполнить при помощи игрушки Не сталкиваться с жизнью, играть в жизнь И вот это действительно страшно Итак, мы услышали диагноз Главные слова, на мой взгляд, это не сталкиваться с реальной жизнью А играть в эту жизнь Наверное, к этому стремятся сознательно или несознательно Люди, зависимые от компьютера, от виртуального мира Я хотел бы представить еще одного госта нашей программы Это Евгений Да, Евгений, добрый день Добрый день Вы уже знакомы, да? Вы наблюдали за ходом нашей беседы, да? Тогда давайте сразу начнем вот с чего Расскажите вашу историю Насколько я знаю, она могла бы быть трагичной, скажем так Могла бы быть и, надеюсь, не будет трагичной Ну, все очень просто начиналось, как родители мне лет 8 было Мне купили компьютер Ну, как всем одноклассникам Ну, и, собственно, как у всех тоже Игры компьютерные появились Первые там самые простые Тоже там стрелялки, побегать, поиграть, просто пощелкать Потом уже с развитием этих всей, ну, и индустрии тоже, и компьютеров Графики, да Да, более сложные программы Да, более какие-то сложные Да, и интерес сам усилился к этому Дошло до того, что больше интерес к играм возник, чем к какой-то учебе, там, не знаю, к увлечениям То есть, ну, я приходил со школы и... Не за уроки, не за домашние задания До вечера, конечно, да, до вечера, часов до 9, до 10, может быть То есть, 5, 6, 7 часов, наверное, да? Собственно, а потом уже, когда нужно было поступать в университет и прочее Ну, да, поступил, как бы, даже больше не сам поступил, а мама на этом настояла И там примерно то же самое, только с условием того, что на паре ходил не учиться, а больше поспать Или вообще не ходил А все остальное время, ну, иногда можно перед экзаменом, конечно, там было конспекты почитать немного Но преимущественно больше за компьютером время проводил К чему все это вывело? То, что сейчас третий курс я должен был заканчивать Получилось так, что, скорее всего, отчислят меня Вот, если уже не отчислили И нужно как-то об этом сообщить маме Потому что она ведь все-таки... Доигрались, доигрались Да Ну, по-моему, все понятно Олег, вам слово Да, в общем, наш дорогой герой рассказал свое развитие того состояния, которое привело То есть игра просто выместила реальную жизнь И вот он, это первый вот такой жизненный социальный крах Который заставил задумываться Иногда этот крах бывает серьезнее Иногда он бывает с большим опозданием Я думаю, что у него еще есть возможность все-таки вернуться Вам сейчас сколько? Мне 20 сейчас 20, да Это еще не такой уж большой срок Я помню одного пациента, которого приводили на консультацию Это взрослый мужчина Правда, у него были некомпьютерные забавы И вот эта фраза, которая даже меня шокировала Он играл в азартные игры И сказал он следующее Я вчера проиграл последний завод Реальный завод Это бизнесмен? Это бизнесмен, да Интересно И какому краху вот эти забавы и потери в игре могут привести в реальную жизнь Это реальная история Поэтому и уровень суицидальной опасности очень велик Мария, вам слово У меня вопрос к Жене Он сейчас столкнулся с тем, что Стало понятно, что он довел себя до какого-то рубежа И дальше ему нужно будет решать проблемы Вот для ребят твоего возраста Кто находится в игровой ситуации Кто сейчас пытается пересмотреть отношения к ней Вот поделить своим опытом в плане того, что однозначно плохо в ситуации игры Когда ты приходишь в реальность, с чем ты начинаешь работать? Какая беда первая с тобой происходит? Ну, во-первых, это состояние, наверное, это ближе к страху какому-то Когда в первый раз сталкиваешься Не в первый раз, а когда сталкиваешься с реальными какими-то проблемами После того, как долгое время в игре провел Ну и растерянность В игре Чем она привлекает? Тем, что там может очень красиво развиваться сюжет В жизни по-другому В жизни, конечно, по-другому То есть не всегда так, как ты хочешь То есть в игре ты сам выбираешь Что вот ты сказал вот так И вот такое красивое действие происходит дальше То есть со всеми персонажами А тут как-то оно все неприятно, некомфортно А какой путь преодоления? Жень, вот проблема есть Она осознанна Четко понятно, что сейчас страх Прежде всего боли Получить какую-то боль от реального опыта Да Но также вот в данном случае на очень гуманной ситуации Связанной с потерей просто какого-то темпа в образовании Все, что это все наверстается Это не критичная ситуация Но вот хотя бы на такой вот легкой ситуации Ты смог задуматься над своей жизнью как таковой Вот что ты теперь знаешь Нужно сделать обязательно Чтобы это все преодолеть и не вернуться на прежние рельсы Очень трудно на самом деле сейчас как-то обратно в социализацию какую-то Секундочку, буквально на секундочку перебью Но вы для себя приняли решение окончательно, что вы возвращаетесь в нормальную жизнь Назад дороги нет Вы продолжаете играть? Я надеюсь Вы играете пока еще? Пока еще, да Меньше? Очень трудно от этого отказаться Вот поэтому я спрашиваю Стараюсь больше в старые какие-то вещи играть То есть не следить за новинками так жадно, как раньше следил Хорошо, возвращаетесь в обычную жизнь Стараюсь Ваши первые шаги Что вы для себя приоритетом делаете? А приоритетом, наверное, стараться какие-то связи с реальными людьми поддерживать То есть именно общение с настоящими Невиртуальными знакомыми Невиртуальными знакомыми Это трудно очень сильно и сейчас Мало таких знакомых? Единицы, наверное, да и по пальцам сосчитать Но надеюсь, что как-то в будущем это все-таки вернется Кирилл, а вы не страшитесь подобного? Для меня никогда не было, так скажем, проблемой сойтись с людьми Хотя, конечно, нет, не могу это точно так сказать У меня совершенно были отвратительные отношения с одноклассниками Честно говоря, именно благодаря компьютерным играм Я смог с ними хоть какой-то язык найти Вы понимаете, что мы это и движение нашего тела И те картинки, на которые мы смотрим Та музыка, которую мы слушаем Мы комплекс всего того, что мы получаем из внешнего мира И поэтому ребят, которые связаны с компьютером как игроки Их сразу же видно У вас специфическая мимика, очень сосредоточенная Чехосоматикой, соответственно Да, Женя здесь более яркий такой представитель Потому что у Кирилла более живая мимика А Женя, вот он такой яркий представитель Ребят, которые действительно очень серьезно изолировались от жизни Уйдя в компьютер Это у своих коллег по цеху вы можете увидеть метро очень быстро Не будучи знакомы с ними То есть речь идет о том, что вы, значит, уже начинаете быть частью какой-то культуры Действительно какого-то мира А ценности этого мира, они как мыльный пузырь лопнули, их нет Спасибо, что вы порекомендуете? Надо принципиальным образом поменять все то, что есть И переосмыслить то, что было Надо поменять доминанту жизненную, совсем всю Потому что мы еще не дооценим, какую колоссальную роль играет, скажем, научно-технический прогресс А форпост его, как мы видим, правда, компьютерные игры Примитивно, весь научно-технический прогресс Форпост что? Вот два молодых человек, которые на нем застряли в форпосте Компьютерные игры, понимаете? Вот, да, да, это как бы передавица всей мировой науки Что же делать, Езюслав? Вот я выработал для себя такой подход Когда 7, 8, 9 лет назад пошли игроки, я не знал, что делать Тупик Идут одни и те же люди Говорят одно и то же В общем, все одно и то же Как будто бы шаблон какой-то А потом я понял простую вещь Открывается дверь Заходит игрок Вот по нему сразу видно Игрок, глазки с щелками Все в прицеле Я думаю, еще одного Господа первого церкви Потому что идти больше, на самом деле На мой православный взгляд, просто некуда Я вот слушаю тебя, смотрю на тебя внимательно Понимаю хорошую вещь Все равно ты столкнешься с необходимостью Если хочешь встречи с Богом Встречи с тем духовным Если хотите, с духовной стезей На которой обязательно нужно стать После того, как человек уже попался В руки лукавого Когда он уже заболел Вырваться оттуда просто так Не получится Придется все в жизни переосмыслить А говоря об обновленных человеческих вещах Скажу так Нужно понять смысл жизни Смысл культуры Смысл человеческого сознания, если угодно Смысл любви, страданий, потерь Понимаешь? А так потерял любимую Что? Включил компьютер И уехал туда Если хочешь В этой потере любимого человека И формируется человек Человек сформируется в страданиях Полюбил? Да? Потерял? Вот именно в этот самый момент Сформировалась вся мировая культура Когда стихи писали? Когда потеряли? Тогда было плохо, да? Если бы человек умел бы любить Он не был бы человеком Он был бы зверюшкой Но он должен научиться Это переживать А когда ты вместо этого Включаешь компьютер Пойми Промысел божий Судьба совершается А ты от нее совершенно спокойно Уходишь В следующий раз Будет намного тяжелее Я знаю игроков Которые Много лет стоят в храме Что называется И не выходят оттуда Да? И у них жизнь превратилась В дикую борьбу Потому что когда Бог Реальность Когда Христос Абсолютнейшая реальность А ты вместе с этим Включаешь компьютер Да? И общаешься с демонами Больше катастрофы в жизни Быть не может И пока ты не сделаешь Для себя выбор Ты не выйдешь По сути своей На тот жизненный путь На который нужно выйти Понимаете? И это колоссальная борьба Олег Куда идти? Конечно же Нужно обращаться К специалистам Психиатрам Психотерапевтам Я работаю В научно-практическом Центре наркологии В нашем центре Очень успешно Лечат нехимические зависимости У нас есть телефон доверия Куда вы можете Для начала обратиться Обязательно Наделим В конце передачи 709-6404 Префикс 495 Вы можете позвонить И там сидит специалист Труглосуточно И вы можете обозначить проблему Чтобы он назначил вам как Можно обойтись Без стационарного лечения Значит вам объяснят Куда прийти Для того чтобы Общаться со специалистом Который проведет Диагностику психологическую Который посмотрит Спектр вашей личности Что нарушено Что гипертрофировано Что подавлено Каким образом Для вас лично Подобрать Ту или иную Лечебную программу Потому что Вы два разных человека И с вами работать Психотерапевту И психологу Придется совершенно По-разному Может быть Диаметрально противоположно И затем Вместе с профессионалом Вы будете Прорабатывать Свой инфантилизм Расти Принимать на себя Ответственность В реальной жизни Учиться этому Чудес не бывает Чудеса только В компьютерных играх Все остальное Суровая Каждодневная работа Спасибо Олег Куда обращаться В регионах Я думаю Для начала Нужно обращаться Главным специалистом В области Наркологии Психиатрии Психотерапии То есть Эти службы Всегда есть И Всегда есть Справочные телефоны Телефоны доверия Где вам подскажут Куда обратиться Я говорю О нашем центре И хочу подчеркнуть Что это государственное Учреждение Где лечат абсолютно Бесплатно Разговоры о том Что у нас нет Бесплатной медицины Это миф Бесплатная медицина Есть Она работает Очень успешно Еще раз говорю В Москве Бесплатная Наркологическая Служба Есть Равно как и Психиатрическая Которая работает Успешно По современным Методикам Но я попросил бы Все таки Наряду с тем Когда человек Пойдет в ваш центр До этого Пойти в рам Во время этого Ходить в рам И после этого Немедленно пойти в рам И тогда лечение Будет комплексным Вы знаете У нас в центре Есть свой храм Ну Я имею ввиду Что у нас есть Возможность Пациентам Соединение По крайней мере Медикаментозного Психологического Терапевтического лечения И духовного Как вы справедливо сказали Это обязательный Пример успеха Просто понимаете Для каждого Вот Нужно Нечто свое Здесь самое главное Чтоб человек понял Что он не одинок В этой жизни И есть какая-то Высшая сила Которая нас всех объединяет Этой высшей силе Имя Иисус Христос Я хочу это подчеркнуть Чтобы она не осталась Абстрактной Про ваш центр Парусловно Да Православный Душепопечительский центр Создан Более 10 лет назад Святого Иоанна Кронштадтского Руководит им Известный человек Доктором медицинских наук Игумен сегодня Отец Анатолий Берестов У нас действительно Немаленький опыт Более 10 лет Мы работаем В проблеме зависимости Спасибо Ну и вопрос к вам Вы будете Воспользуйтесь Помощью Вот Предложенной здесь Для себя я Кое-какие выводы Все-таки сделал То есть Я послушал И спасибо большое Экспертам Интересные мысли И Я думаю Что не зря Все-таки пришел Вот То есть Какие-то для себя Выводы Да Спасибо Я предлагаю вам Послушать вот эту Историю Из жизни человека Который победил Свою зависимость Внимание на экран Первый раз Мне подарили компьютер На 11 лет Вот И Конечно же Как и все дети Я захотел Чтобы мне подарили Игры Как бы С этого и понеслось Вот Каждую неделю Мы ездили На радиорынок Покупали новые Дискеты Новые диски С играми Вот И В дальнейшем Вот наверное Так вышло Что весь смысл Как бы Вот моего Существования Скатился к тому Чтобы Чтобы поиграть Лишний раз У меня Друзья звали В гости На день рождения А у меня Как раз Вот был Вот Уровень Который я не мог Долго пройти И Я не мог Пойти с друзьями Я сидел И доигрывал уровень Чтобы не потерять Свои достижения Когда я играл Всю ночь Конечно же Утром Я еле просыпался Опаздывал Приходил Неподготовленный Начались Двойки Вот Тогда мать Сказала Что она Запретит Мне играть Вот И тогда Я стал скандалить С матерью Что Что она Не имеет права Отнимать у меня Ну как бы Мою радость Я просто Стал понимать Что это вот все Как бы Это все Что мне нужно От жизни Я думал Что начну Все с чистого листа То есть В ТТУ Все будет по-другому Что Начну учиться Может быть Но учиться не начал Появились новые Компьютерные игры И собственно Наверное Вот Последней точкой Было то Что от меня Ушла девушка И тут я понял Что наверное Надо что-то Менять В жизни Что Нельзя Вот так вот Дальше Разрушать себя Ну вот Мне говорили Что вот В церкви Помогают Собственно Как-то Излечивают Душевные раны Я даже не знал Что Что нужно делать Сначала Просто пришел В церковь Просто постоял Просто посмотрел Как Как другие Люди Молятся Просят Помощи И Мне казалось Что Если я попрошу Помощи То мне тоже Помогут И В какой-то момент Я понял Что действительно Оно 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 тебе Помогает Оно исцеляет Твои Твои Внутренние раны Оно заполняет Все твои Пробелы Которые Которые После себя Оставляет Вот допустим Виртуальная реальность У меня Компьютер До сих пор Есть Но я Я Я понимаю Что я больше Не ухожу В него С головой Что это Абсолютно Прикладная вещь Которой Можно воспользоваться Три минуты В день И выключить Его Вот А игры К счастью Я больше Не играю И не увлекаюсь Ими Так Собственно Даже Стали вот Восстанавливаться Немного Отношения С матерью Ну Не то Что Мы Совсем Стали Близки Как Допустим Ранее Когда я Был совсем Маленький Но я думаю Что все Впереди У нас И что Все у нас Получится Вот такой вот Сюжет У меня вопрос К ребятам К нашим гостям Насколько он Характерен Этот сюжет На ваш взгляд Это как-то Созвучно Вашему внутреннему Ощущению Вашей истории Похоже Все-таки То есть Я понимаю Что не один Я такой Выискался На всем свете Которого Такая проблема Развлекла Но Это радует Это очень радует Приятно На самом деле Слышать Что все-таки Есть Решение Выход из проблемы И Как говорится Неважно Сколько тебе Лет Я лично Пока Проанализирую Свою ситуацию Именно Оцени Ее Исходя Из той информации Что я получил Сегодня Ну А вывод Соответственно Будет после Ну я так понимаю Что вы задумались В любом случае Сегодня вечером Кирилл Вот Да И не далее Знаете Мы часто говорим Мы только простые вещи Человек Приходящий в церковь Обрещен На реабилитацию Вы должны Это понять Если он не зашел На секундочку Узнать Что там делается Если он пришел В место В которое надлежит Спасти свою душу Войти в жизнь Не только Это временное Благополучное И гармоничное Будущее Он обречен На реабилитацию Тяжело Трудно С падениями С восстаниями Есть такая аксиома В духовной жизни Так говорили отцы Когда их спрашивают Что делать Если я пал Вставай И иди Вот Я свидетель того Как очень многие люди На протяжении многих лет Падали Но шли Если это путь был в церкви Они стали людьми Я уверен Так до конца веков Будет то же самое Зависимость Это одна из самых Глобальных Современных проблем Если человек встанет На этот путь И будет идти по нему И это будет действительно Церковь Которую ведет Иисус Христос Он обречен на реабилитацию Это неизбежность Это если хотите Залог нашей будущей жизни Спасибо вам большое Спасибо всем Если вам интересен Разговор в нашей студии Если вы не согласны С мнением экспертов Или героев программы Оставляйте свои письма На сайте нашего телеканала Делитесь своими историями С вами были гости нашей студии И я Ведущий проекта Александр Верчук Не уходите от своих проблем Думайте о своем здоровье Душевном и физическом Главное помните Надо верить Чтобы жить Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин